мы едем с вами в замок линдерхофф считается что это единственный замок короля людвика второго полностью достроены при его жизни при его печальной жизни напомню вам что он умер скорее всего не своей смертью его тело было найдено на берегу его любимого лебединого озера считается что его убили за год до этого его признали сумасшедшим за то что он растратил казну баварии осуществляет свои мечты и мечты всей своей жизни постройки замков замок но и швайнштайн о котором я уже рассказывал вот у него был замок линдерхофф он находится примерно 20 километров от замка но и шванштайн эту землю купил его отец максимилиан второй монастыря италия которым я вам расскажу в следующем фильме работы по постройке длились с 1869 по 1886 год само здание было построено при людвике втором но внутри и позднее кое-где продолжались еще отделочные работы а за год до смерти короля началась реконструкция королевской спальни окончание которое он уже не увидел посмотрите на погоду хочу напомнить для тех кто этот фильм открыл первым и не смотрел мои предыдущие фильмы не обратил внимание на дату хочу напомнить вам что сейчас у нас 17 апреля вторая половина апреля 2017 года посмотрите на эту погоду мы когда собирались германию собирались посетить вот эти замечательные парки дворцы мы представляли как там будет весной красиво как много будет там цветущих цветов травка зеленые так далее и вот что мы видим приехал замок линдерхофф такое впечатление что зима январь февраль бедные цветочки печально самое печальное было что из-за этой зимы из-за этого снега внезапно наступившего в апреле практически половина территории замка было закрыто мы даже не могли пройти вот сюда вот к фонтанам и снять сам дворец все было огорожено сказали что очень скользко опасно и вот специально для нас чтобы мы сильно не огорчались включили фонтан в самом дворце а как видите он очень небольшой по размеру снимать категорически запрещено я вот привел здесь вам пару фотографий чтобы иметь представление как все выглядит внутри вот последняя фотография была это грот венеры в общем-то ради нее в принципе мы ехали в этот дворец мне очень хотелось там поснимать но не то что поснимать даже пройти нам туда не разрешили сказали что только откроют может быть в мае месяце вот такая вот беда но зато мы великолепно погуляли по парку апрель месяца мы вроде как зимой очутились там то есть мы увидели два времени года весну и зиму и в принципе в самом начале нашего путешествия когда была зеленая трава и мы видели цветущие деревья это было уже близко по ощущению к лету сейчас хоть одевая лыжи и вперед про грот венеры я хотел рассказать грот венеры это искусственные пещеры высотой более 10 метров здесь ставили сцены из опер вагнера чаще всего тайгейзера грот угрожает картина где легендарный манистрель изображен вместе с германской венерой языческой богиней гольдой и нимфами на празднике венерины горы подсвечены разными цветами искусственному озерце с водопадом плескались волны в воде плавали лебеди и нимфы вода специально подогревалась на островке танцевали для певцов была предназначена лодка в форме раковины система освещения применена здесь считается одним из прообразов современных цвета музыки не уходите далеко наше путешествие продолжается